Ну, так вот, мы уже поговорили о том, что человек очень далеко ушел от земной матери, и ему необходимо остро вернуться к природе. Также поговорили о том, что в Писаниях нету закона Божьего, о том, что закон Божий, он в творении Божьем, которое человек может понять самостоятельно. И для того, чтобы понять, человеку нужно впустить Бога в свою жизнь, в свой храм. А храмом является тело человека и его дух. И при определенном уровне чистоты тела и духа, Бог, соответственно, спускается и помогает человеку понять его творение, и избежать смерти, и наследовать жизнь вечную. И для того, чтобы этот процесс случился, нужно, соответственно, тело и дух очистить. Тело и дух очистить нам предлагает Евангелие от Исеев путем клизм, потом очистки, соответственно, всех органов. Это почки, печень. Почки чистятся на посту, на голодании водном, печень чистится тоже на водном голодании. Вот, также он предлагает поститься на сухую, насколько я понимаю, потому что тем, кому он это советовал делать, там, по версии Евангелия, у них была густая темная моча. Это, конечно, выходило, как бы, из тела с неприятным запахом. Это, конечно, результат сухого голодания. Вот. Но на этом канале дофига вообще и про голодание, и про чистки. Тело, материалы. Единственное, я пока еще не разместил сюда многих вещей, связанных с очисткой духа голодания. Я сейчас как раз вот читаю, там, нашего, ну, эссеровского, да, русского ученого. Это материалы читаю сейчас Академии медицинских наук. О применении голодания при лечении психических заболеваний, там, шизофрении, в том числе, да, мнительности, там, и прочих раскачанных состояний. Так что пост, он чистит еще и душу, как выяснилось, и довольно эффективно, там, ну, приличный процент, там, около 60-70% выздоровления, достаточно серьезных, затяжных случаев шизофрении, там, 5 и выше лет длительности, да, и люди, людей, которые прошли, там, тотальные вообще комплексы медиментозных, там, и прочих терапий. И есть, есть, порядка половины выздоравливают, порядка, там, еще 25%, наверное, с серьезными улучшениями, но на некоторых, конечно, не действуют. Так что вот так вот. Пост и молитва очищают тело. И в следующем видео, наверное, поговорим все-таки о притче, да, о блудном сыне, который очень подробно разбирается в Евангелии от Есеев. Вот, и дальше поговорим, собственно говоря, вообще про Энвана Шекеля, который перевел, перевел это Евангелие, да, там, про критику этого Евангелия, то, что он там его в большей части придумал. Вот, поговорим. Ну, даже если это придумано, то эта вещь очень мировая. Вот, поэтому смотрите по чисткам на канале, я там под видео кое-что размещу, вот, ну, по крайней мере, на плейлист со своими опытами голодания. Вот, и начинайте потихонечку практиковать. И в блоге, в блоге большая статья, как лично я, как я прошел этот путь, называется, как я похудел на 10 килограмм. Вот, смотрите и ждите новых видосиков по философствиям на тему вашего здоровья. Все, на сегодня все. Удачи, пока.